Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужен совет, у меня есть все основания полагать, что я разлюбила мужа в браке 10 лет, есть двое детей, как понять, что пора расставаться, а не кризис и усталость. Не хочется его обидеть, он хороший, но мне его не хочется, я постоянно устал и нервно, не чувствую никакой поддержки и заботы. Понимаете, надо надеть себя, но нет желания находиться с человеком вместе, в то же время понимаете, что сложно будет остаться одной, у него, скорее всего, будет негативная бурная реакция. Часто думаю, мы жили 10 лет и еще проживем, пока опять не накроют, что устало от такого, может просто не хватает романтики, поэтому нет желания, помогите понять, это все или просто усталость. Вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что в данной конкретной ситуации вы систематически подавляете свои реакции, свои чувства. Вы вроде бы говорите, что ваш муж хороший, но при этом вы же сами пишете, что не хватает его поддержки, а вы сами пишете, что не хватает заботы. Как минимум это означает, как минимум это означает, что для вас человек не такой же и хороший, как вы пытаетесь это представить. Потому что, ну, если бы он был хорошим, у вас не возникло бы такого ощущения, что вам чего-то от него не хватает. Вот, то есть как минимум у вас появляется запрос, этот запрос остается без ответа. По крайней мере, по крайней мере, такого ответа, знаете, адекватного, который бы устроил вас, который бы как-то воспринялся бы, вот, и так далее. Вот так же вы говорите, что вам не хватает романтика. То есть ваш муж, получается, вам ее не дает. Ну, и как мне кажется, у вас здесь, по крайней мере, какое-то базовое такое нарушение коммуникации. То есть вы не говорите о том, что вам нужно, вы не говорите о том, что вам нужно от мужа, вам. И, соответственно, вы просто варитесь вот в себе, да, варитесь в своих потребностях и так далее. При этом, естественно, чувствуя злость и при этом, естественно, ну, как бы чувствуя агрессию, раздражение и так далее. Поэтому, возможно, вам стоит признать, что не все так вам нравится в мужа, и, возможно, стоит признать, что есть вещи, которые вас, ну, вот, напрягают в нем. Есть вещи, которые вас раздражают, вот, и вот эти вещи, которые вас напрягают, которые вас раздражают, да, они вам не озвучиваются из страха, например. А, ну, из страха быть одной, из страха остаться одной, из страха о его реакциях какой-то, да, например. И, соответственно, вот, все это, все это вместе создает очень тяжелую атмосферу, тяжелую обстановку в, ну, вот, в вашей, так скажем, ну, в ваших отношениях. Давайте, давайте мы это так назовем. Поэтому, в первую очередь нужно разговаривать, ну, учиться коммуникациям, возможно, даже заново учиться коммуникациям, которые, 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 да, которые у вас, судя по тому, что я могу видеть, отсутствуют коммуникации эти, просто. Вот, выражать их, вот, человеку, первоначально, возможно, в претензиях, чтобы, ну, вообще понять, а, как он к этому относится, вообще, к тому, что вам хочется, к тому, что вы нуждаетесь, так далее. Вот, и, собственно, получая какую-то обратную связь, да, от него, на то, что вас волнует, на то, что вас беспокоит, вы, я думаю, сможете для себя и понять, как бы, что это такое. Дальше, вы говорите про усталость, вот, то есть, ну, то есть, вот, вы говорите, что устали, да, что у вас стресс и так далее. Может быть, это связано, действительно, с вашим мужем, но, но, может быть, и нет. То есть, может быть, дело, эм, совсем не в мужа, вообще. Ну, вот, поэтому нужно здесь, вот, проанализировать, да, посмотреть, а, значит, что, опять же, с вами происходит, что для вас актуально, а, прямо, прямо сейчас, а, вот, а, что для вас важно, прямо сейчас. Да, вы говорите, что не хватает романтики, хорошо, а, вот, опять же, ну, вот, такой момент, как мне кажется, довольно-таки, ну, такой, серьезный момент. Вот, 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 не хватает романтики, это, 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 это просто, то есть, вот, что не хватает романтики, вот, то есть, то, что вам хватает романтики, это, ну, опять же, да, какая-то потребность. Вот, вот, с одной стороны, ваша, с одной стороны, потребность, потребность, с другой стороны, это же, может быть, и что-то другое, вот, понимаете, это, может быть, и, вот, действительно, ну, если вы, вот, всегда вы, вот, там, тяготили, да, например, к романтике, то есть, опять же, была ли она у вас, у вас романтика-то, это, вот, если была, то, как, ну, как вышло, что нет ее больше, вот. Может быть, опять же, делали что-то, ну, вы, конкретно, вот, вы, что-то делали, что, вот, ее, скажем, скажем так, заморозило, да, немного, вот. То есть, тут, вот, много, достаточно, вариантов, поэтому, как мне кажется, расстаться, развестись, всегда успеете, вот, а посмотреть, вот, что можно сделать с отношениями. А, не поздно, не поздно, никогда, вот, посмотреть, поисследовать, как-то этот, ну, этот момент, вот, не поздно, никогда, поэтому... А, если, вот, вот, в вашей жизни, есть, какие-то другие факторы, которые вас, ну, как-то раздражают, да, вот. Если есть в вашей жизни факторы, которые, как-то вас, ну, напрягают, да, вот, то, конечно, эти факторы, они... А, напрямую, да, с вашим мужем не связаны, никак, никак не могут быть связаны эти факторы. А, вот, вот, ну, вы, вот, ну, привязывайте эти факторы к нему. Вот, в целом, есть ощущение, что вы просто очень сильно себя подавляете, есть ощущение, что, вот, очень сильно вы себя зажимаете, так, так вот скажем. Вот, и это, вот, как раз оказывается то, вот, то воздействие, о котором вы говорите. А, еще один важный момент здесь, заключается в том, что... Вполне может быть такая ситуация, что, в принципе, ваш муж вас, ну, чем-то обидел, там того не желает. Вот, ну, просто вот, за столько времени, да, отношений, вот, ну, люди могут делать что-то, что... Как-то вот может... Как-то вот может... Мне нравится, кто может вызывать... Ну, негативные... Чувства, да. Ваша задача, попробовать увидеть, что это такое, как это вообще происходило-происходит. Вот. И... Как вы на это реагировали и... Выражали... Выражали... Свою реакцию. Вот. Я думаю, что... Ваши отношения в какой-то момент просто... Эээ... Ээ... Свелись... Эээ... К астоматизму. Эээ... и из-за этого все стало скатываться в рутину но опять же все это корректируется поэтому было бы желание советов психолог дать не может советы психолога не дают поэтому тут только разбираться я бы посмотрел на то чтобы прислушиваться к себе что вы чувствуете к своему мужу ну вообще то есть какие у вас чувства к нему сначала, ну вот на данный момент что вы чувствуете и просто вот их попробовать выразить выразить человеку получить какую-то обратную связь о желаниях своих поговорить что вы хотите, что вам хочется и так далее если вам нужна поддержка и забота то опять же прежде чем как-то вот запрашивать ее да прежде чем сначала ну может быть вы просто просто постараетесь увидеть значит с чем это связано то есть что в вашей жизни вот такого происходит сначала что вам нужна нужна поддержка в принципе в принципе и забота да вот то есть ну из чего это происходит одно дело если вы там считаете что поддержку и заботу ну ну можно и нужно да получать вот по требованию да например это одно дело другое дело если у вас это пресекает какой-то вашей ну жизненной ситуации тут очень много нюансов понимаете нужно все их посмотреть а стройка для совета это просто ну взять на себя за вас ответственность взять на нас ответственность за свою жизнь ну это было бы некорректно и неважительно по отношению к вам на этом все я надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать на собой работу всего вам самого доброго удачи обращайтесь до новых встреч 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 до новых встреч